В эфире телекомпания «Углегорские новости». Меня зовут Елизавета Кипарисова. Здравствуйте! Наша информационная служба готова рассказать об итогах этой недели. Уже два года в Углегорском районе обследуют жилой фонд. Люди шокированы перспективой переселения. Что будет с селами в ближайшие годы и чего ждать через пять лет? Наша съемочная группа выслушала жителей сел и задала вопросы мэра Углегорского городского округа Сергея Дорощуку. Люди в шоке. Вопросов много. На них ответит мэр Сергей Дорощук. Мне 60 лет. Куда я поеду? Указ-приказ закрыть и все. Может быть, мы что-то не понимаем, но дома практически идеальные. Я буду подавать в суд, чтобы признавали это постановление незаконным, потому что это вранье. Что вообще происходит? Хороший вопрос. Какова судьба сел? Смотрите наш специальный репортаж сразу после выпуска новостей. В Углегорском районе завершился муниципальный этап конкурса «Учитель года-2021». Участие принимали педагоги общего и дополнительного образования. В субботу 20 февраля в торжественной обстановке наградили победителей. Тему продолжит Дарья Кораблева. Дарья Кораблева. Отзывчивые люди. Эмоций очень много. Все было очень неожиданно. И как-то даже не верится, что все закончилось. Хотя на самом деле ничего не закончилось. Еще только все начинается. Впереди Сахалинская область, регион. Так что с новой победой меня и с новыми начинаниями в том числе. Светлана Дудрова – сотрудник детского сада из Башнякова. К конкурсу подошла серьезно и ответственно. Ее итог – воспитатель года. Своей презентацией я хотела показать то, что без детского сада в наше время родители не справятся. Именно в детском саду их воспитывают и развивают. Потому что так оно и есть. Я сама мама. Нам некогда заниматься дома детьми. И вот за 8 лет моей работы мы все-таки смогли растомашить моих девчонок, которые показали сегодня наилучшие результаты и стали победителем в конкурсе «Воспитатель года 2021». Я очень благодарна своим девчатам за помощь, за оказанную. Все очень переживали, поддерживали, сидели до побед, готовились. Вот и результат получили. В жюри находились и 11-классники. Они-то и выбирали победителя в номинации «Приз зрительских симпатий». Единогласна Альбина Кузнецова – учитель математики и информатики в школе села Лисогорского. Конкурс прекрасный, замечательный, такой большой старт. Даже, наверное, не старт, а больше все-таки прорыв, наверное, в нашей педагогической деятельности. Многому чему научились. Посмотрели друг на друга, как мы выглядим со стороны. Что-то подчеркнули для себя. Сейчас учитель года Углегорского района Алина Павлухина после муниципального испытания будет готовиться к региональному этапу. И там бороться за звание лучшего педагога Сахалинской области. Дарья Кораблева, Александр Гагаркин. Углегорские новости. Антиковидные ограничения сняты. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко по согласованию с Роспотребнадзором отменил требования по ограничению количества людей на мероприятиях в закрытых помещениях. Сотрудники предприятий по-прежнему должны соблюдать меры безопасности, входной контроль температуры, а также масочные и дезинфекционные режимы. По официальной информации, в Сахалинской области зарегистрировано более 21 тысячи случаев заболевания. Выздоровели 20 тысяч человек, проходит лечение почти 1300 человек, умерло 35. На сегодняшний день мы имеем значительную тенденцию к снижению заболевания. У нас зарегистрирована пневмония 21. В случае из них на амбулаторном этапе лечатся 17 пациентов. На самоизоляции у нас наблюдается 9 пациентов, из них COVID-19 положительным. Снова коронавирусная инфекция на 3 человека. Жалобы не прекращаются, как и падение льда и снега с крыш. Очередной случай произошел на днях. С крыши дома номер 5 на улице Свободной рухнул лед. Снегозадержатель не смог предотвратить падение. На пятом этаже лед разбил стекло на балконе жилой квартиры. По словам владелицы, ей приходится самостоятельно сбивать наледь. Коммунальные службы уверяют, что работы ведутся, но на график влияют погодные условия. Всеми управляющими компаниями составлены графики расчистки кровель. Эти графики имеются в отделе ЖКХ администрации и в каждой управляющей компании. Поэтому всех, кого интересует дата расчистки кровли дома, в котором проживает человек, можно позвонить либо в отдел ЖКХ 43042, либо в управляющую компанию. Одиноким жителям Углегорского района могут оказать помощь. Это касается людей категории 65+. За помощью обратилась жительница Шахтерска. Женщина не смогла самостоятельно расчистить двор от снега. О том, как работает движение волонтеров, в материале Дарьи Кораблевой. Раиса Самархановна живет в доме одна. Муж и сын погибли. Расчистить снег возле дома некому. Обратилась в социальную защиту на просьбу – отказ. Необходимо зарегистрироваться. Для решения проблемы дали номер телефона волонтеров. А так я как эта черепаха, где в плаве, где как смог. Ну, а это… Ладно, потом была пурга, еще снег чуть-чуть поддавила. А так после пурги, я говорю, вот у нас курятник тут в плаве. Активисты отреагировали быстро. В тот же день волонтерский отряд из Сахалинского горного техникума оказал помощь. Расчистили двор и тропинку к дому. Вы знаете, не то, что что-то там, то, что мне почистили, или что-то. Нет. Нет, ведь есть еще худшее. Если вообще у кого-то нету ни руки, ни ноги, вот он, бедно, так вот дальше своего дома не может выйти. Я еще, как говорится, пробежалась до автобуса, поднялась наверх в магазин, съездила туда-сюда. А ведь есть еще худший вариант. Но и волонтеры помочь всем тоже не могут. Есть условия. По словам Марии Никулиной, консультанта отдела по культуре, спорту, делам молодежи и связям с общественностью, ребята из движения часто воспринимают как бесплатную рабочую силу. Это не так. Волонтер – это тот человек, который по зову сердца готов помогать тем людям, которым это необходимо. Если вдруг это одиноко проживающий гражданин, который находится в трудной жизненной ситуации, а волонтеры смогут оказать, то мы всегда рады и готовы прийти на помощь. Готовы помочь всем одиноким пенсионерам возраста 65+. Для этого нужно позвонить по телефону 43-184. Кстати, убирать могут не только снег, но и оказывать другую помощь. Дарья Кораблева, Александр Гагаркин. Углегорские новости. 25 февраля с рыболовецкого стана на мысе из Эльметьево экстренно эвакуировали сторожа. Заболевшего вывезли фельдшеры скорой помощи совместно с сотрудниками администрации Углегорского района. В 9 часов утра мужчина 1975 года рождения позвонил по номеру 112. Причиной стало плохое самочувствие. На частном предприятии в это время никого кроме него не было. Из-за заснеженной дороги на место выехали спасатели. На кран-балке привезли два снегохода. На них к больному направили медиков. Состояние мужчины требовало госпитализации. Больного уложили на сани и доставили к машине скорой помощи. Его привезли в приемный покой районной больницы. Вся операция заняла около полутора часов. Сейчас здоровью мужчины ничего не угрожает. В понедельник 22 февраля в районе дома номер 6 на улице Заводской в Углегорске загорелся грузовик. В момент прибытия пожарной службы горела кабина машины. В тушении участвовали один человек и одна единица техники. При пожаре никто не пострадал. Горящую кабину сначала пытались затушить снегом. Этот момент снял на телефон очевидец и выложил в интернет в ТикТок. Видео даже попало в рекомендации и набрало более 5000 просмотров. 23 февраля в 11 часов дня около села Никольского произошло ДТП с участием внедорожника и КамАЗа. При столкновении пострадал ребенок. Водитель большегруза 1986 года рождения выезжал со второстепенной дороги. Он не пропустил Лексус, который двигался по главной дороге. Избежать столкновения удалось, но внедорожник вынесло в кювет. КамАЗист скрылся с места происшествия. Сотрудникам госавтоинспекции удалось его найти. Проводится проверка. Ребенок в аварии серьезно не пострадал. Это были Углегорские новости. Далее смотрите прогноз погоды и нашу премьеру. Специальный репортаж. Я же на этом с вами прощаюсь. До встречи. По прогнозу ГИСМЕТИО завтра в Углегорском районе ожидается переменная облачность, небольшой снег. Днем температура минус 9, ночью опустится до 13 градусов ниже нуля, порывы ветра до 18 метров в секунду. В воскресенье ожидается пасмурная погода, небольшой снег. Днем температура будет нулевая, ночью минус 13, ветер умеренный. В понедельник переменная облачность, температура днем минус 1 градус, ночью 9 мороза, ветер до 15 метров в секунду. Во вторник по прогнозу переменная облачность, днем минус 9 градусов, ночью минус 11, ветер умеренный. В среду облачно, днем 12, ночью 16 мороза, порывы ветра до 18 метров в секунду. В четверг ожидается пасмурная снежная погода, днем минус 1 градус, ночью минус 13, ветер до 18 метров. В пятницу прогнозируют облачную погоду снег, температура воздуха днем плюс 1, ночью 11 градусов ниже нуля, порывы ветра до 19 метров в секунду. Это был прогноз погоды на неделю. Всего доброго! Продолжение следует...